Вот сейчас опять уроню! Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. И что у меня может быть в руках? Давайте подумаем, подумаем, подумаем. Барабанная дробь! Новую укулеле! Да, новую укулеле я купила, и как раз сегодня я о ней расскажу. Я сейчас поняла, что в последнее время у меня время обновлений. Мы вместе послушаем, как же она звучит, а также самое вкусное я припасла напоследок, а именно новый разбор и новый туториал! Да что ж там, новый сезон разборов по укулеле, о котором я сегодня вам также расскажу. Поехали! Разбор на укулеле! Ну и по традиции я все-таки расскажу, зачем же мне еще одна новая укулеле, потому что же у меня есть старая! Как бы вот! Зачем тебе еще одна? Рассказываю! Дело в том, что моей укулеле уже было 4 года где-то, или 5, и я поняла, когда я начинала записывать новый разбор, да, вы думаете, почему их так долго не было? Я пыталась записать на ней, но она уже сейчас не строит, как мне надо, то есть я уже слышу, что она фальшивит, хотя я проверяю, как бы настроена ли она, отдельно-то она звучит, а когда я зажимаю отдельные какие-то лады, она не звучит, она не строит. Это, наверное, связано потому, что вовремя я тогда не купила чехол, вот, да, потому что она продавалась без чехла, и проблема в том, что я уронила ее 2 раза, причем конкретно, по своей глупости, по своей неляпости, по своей тупости, как хотите, называйте. В общем, я ее уронила 2 раза, она с тех пор у меня немножко не строила, то есть она звучит вот так вот как-то. Хотя она настроена. Из-за этого я поняла, что, блин, я не могу делать разборы на таком инструменте. Но она по себе клевая, да, потому что, ну, блин, она прекрасна, я на ней научилась играть вообще, какие-то азы, по крайней мере, на тот момент. Я поняла, что мне что-то охота большего, тем более она сопрано, как бы это самый маленький вид, как бы самая распространенная укулеле, но при этом она как бы маленькая, даречка-то растет, а укулеле-то больше-то и не становится, поэтому я поняла, что, ну, мне нужно что-то чуть побольше. И из этих всех факторов сложилось то, что мне нужно покупать новую укулеле, как раз я которую и купила. Купила я себе электроакустическую укулеле, классный у нас концерт, ну, это, то есть, вид. Вот, она, как вы можете заметить, побольше, чем моя предыдущая, и, естественно, она звучит побархатнее, как это можно сказать. А теперь немножечко о самом укулеле. Это укулеле фирмы Fly, модель Duke 323, и у этой фирмы есть свой отличительный знак, они делают такой орнамент вокруг розетки и на голове грифа, вот, что говорит, что да, мы такие крутые, клевые ребята, поэтому мы делаем свой стиль укулеле. Вот. Также это укулеле со звукоснимателем, а это значит, что я могу ее подключить к комбику, и это укулеле сама по себе звонко будет звучать еще громче. Еще раз херни! Раац! Также тут есть встроенный тюнер, по которому я могу, не отходя от кассы, так скажем, настроить укулеле, проверить строй. И это очень удобно. Экономит время и всегда под рукой. Я не буду вам рассказывать, из чего стоит эта укулеле, потому что вы все равно это не понимаете, зачем вам оно надо. Но кому все-таки очень важно, из какого дерева она состоит, можете, если что, погуглить. И вот также, что мне особенно понравилось, это то, что с этой укулеле идет чехол в комплект. То есть мне не нужно искать, покупать налики, тратить время, тратить акчуа деньги. Сразу идет зимний, причем зимний, вы представляете? То есть если я иду куда-то играть вне дома зимой, у меня укулеле не замерзнет, не простынет и все-таки будет держать строй. А-а-а! Тара-та-та! Ну а теперь давайте послушаем, как же она звучит. Гарит твое фото, Гарит все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Гарит твое фото, Гарит твое фото, Гарит твое фото, Её одну заветнули. А теперь, что касается у нас нового сезона разборов на укулеле. Я решила сделать ребрендинг. Теперь у нас будут не только разборы на какие-то песни, там, три блатных аккорда. И пошло. Нет, мы будем полностью учиться, именно учиться играть на этом инструменте. Потому что многие считают, что укулеле способна на три блатных аккорда под мою любимую песню, и всё. Нет, на самом деле это не так. На ней можно сыграть кучу всего, что я вам продемонстрировала сейчас, и ещё больше. Так что я буду этому учить. И плюс, мы будем учиться именно основам нотной грамоты, если это можно назвать. То есть музыкальная теория. То есть на чём всё строится. Это не с бухты-брахты, да? Я, конечно, могла вас научить просто, типа, вот тут мы зажимаем вот эту вот струну, вот этот вот лат, и всё. А почему это так делается? То есть, а логика в чём? Вот именно как раз это мы и будем делать. То есть именно учи, что делать, ца, правильно. И каким образом будут строиться наши с вами разборы? Первых, будет выходить любой разбор. Это не важно, или это музыкальная теория какая-то. Не подумайте, что музыкальная теория это всё сложно ли с лесной. Нет. Буквально на пальцах я вам объясню. Всё очень просто, лаконично и понятно, что все поймут. Вот. Во-вторых, наши любимые разборы на какие-то песни остаются. То есть они немножечко, мы их улучшим. Вот. И в-третьих, будут также простые мелодии, которые я придумала. Также будут популярные мелодии. Популярные мелодии из каких-то песен, из каких-то сериалов, мультиков, что хотите называть. Вот. В общем, именно играть. И самое вкусное, что припасла. У вас будет какой-то материал под конец любого урока. Каким образом? То есть у нас есть видео. Вы видео посмотрели. И всегда в описании будет прикрепляться таблатурой, или какой-то материал, который нужно прочитать, или какая-то схемочка. То есть то, что у вас останется, то есть вы можете это скачать и уже практиковаться, несмотря постоянно этот разбор. Таким образом, все это абсолютно бесплатно. Почему я решила сделать так, выкладывать бесплатно, а не делать какой-то курс, да, закрытый? Потому что мы все должны учиться. Ну, я могла, конечно, сделать с закрытым курсом, да, но я хочу, чтобы вы именно научились, чтобы вам не приходилось искать, как искать мне в те времена информацию на каких-то зарубежных сайтах, когда я вообще не понимаю английского, то есть вы могли, чтобы понятно по полочкам это все найти, изучить и практиковаться. Конечно же, я буду очень сильно признательна и рада, если вы будете меня поддерживать каким образом. Во-первых, я буду сильно благодарна, если вы будете ставить лайки, комментировать, писать именно в комментариях, какую песню или какой разбор, или что вам непонятно, то есть чтобы был фидбэк, то есть обратная связь, чтобы я понимала, что вы поняли это, не поняли вы это, чтобы мы с вами именно учились и работали над своей игрой наукулили. Но также я буду вам безмерно благодарна, если вы меня будете поддерживать на Патреоне или на Донат Айлерс. Вся ваша поддержка идет именно на развитие. Я не забираю все эти деньги на житье-бытье. Именно для творчества, именно для творчества все равно нужна какая-то купичка, да? Я ни на что не намекаю. Нет, ни в коем случае я никого не принуждаю. Лучшая связь, конечно же, когда вы просто хотя бы лайк поставили, прокомментировали и порекомендовали мои разборы своему другу или кому-то, который только начинает учиться играть на укулеле. Ну то есть, чтобы я видела, что вам это интересно, что я делаю, что я творю. Как-то так, новый разбор уже совсем скоро, буквально на днях выйдет. Вот прям отвечаю. Но пока. Вы можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить этот долгожданный разбор, поставить лайк этому видео, что наконец-таки есть какие-то проблески, что я не зря жду Дарья. Ну а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока.